Власть в ответе 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 Для рабочего поселка Ленево в этом году, наверное, самый главный наказ избирателей, то, что Ленево начал, это, в принципе, наказ и района, потому что у нас нет районного центра и, в принципе, нет ни одного большого спортивного объекта, такого вот спортивного стадиона, на котором можно было проводить районные мероприятия. И поэтому, значит, у нас часто мероприятия проводятся, районные мероприятия на территории стадиона 4-й школы в Ленево или где-нибудь там в других населенных пунктах. А в этом году выделены средства и строится большой спортивный стадион на территории Ленево. То есть, кроме этого, вот было много наказов по ремонту по программе «Школьное окно». Программа «Школьное окно», вы знаете, она была приостановлена немножко. В этом году она начала, вновь возобновила свою деятельность и начала работать. И у нас вот сейчас идет активная замена окон, наконец-то, в Гусельниково заменены окна в поселке Маяк. То есть, тоже, в принципе, как бы это давно было наказок. И я надеюсь, что будет исполнено в Легостаево и в село Илбаши. Тоже до конца года успеют сделать. Если что, пойдет переходящим на следующий год. Ну, то, что середцы выделены, и работа проводится вот такая достаточно объемная у нас в нашем районе по программе «Школьное окно». Следующая программа – это «Школьная кровля», да, это вот в село Преображенко сделала кровля, значит, в поселке Первомайский. Запланировано в «Красной шапочке», насколько я знаю, то есть должны приступить тоже в этом году, наверное, перекоднять. И закончено в поселке Маяк, это совхозный сельский совет, то есть там, в принципе, тоже проведена большая работа и по круглям, и по окнам. Надеемся, что у нас еще сейчас вот тоже начинаются работы и будут успешно завершены работы по ремонту отопления в поселке Степной. То есть еще одним ключом вот таким вот большим, глобальным можно назвать, это программа «Городская среда», которая начала, это партийная программа партии «Единая Россия», которая начала действовать в этом году. И мы благодаря этой программе сделали достаточно много работы. Это в «Лебедевке», значит, там сделана у многоквартирных домов, значит, сделана хорошая, прекрасная площадка, которая многофункциональная, спортивная, детская площадка, баскетбольная, там дела прогулочные. В общем, достаточно интересные, можно будет гордиться и показывать, что вот у нас вообще благоустройство сел, оно как бы начало только активизироваться, только, наверное, вот с этого года. В прошлом созыве, правда, у нас начали делать освещение сел, да, то есть если раньше, да, лет, наверное, 15-20 не делалось вообще ничего, то есть здесь началось действовать и на ремонт дорог, и на освещение, вот сделано, сейчас на благоустройство. Вот у нас в этом году в программу попало три населенных пункта, вот рабочий поселок Ленево с его парком, там гигантский парк, гигантский, это вполне возможно продолжение будет в следующем году, не вполне возможно, уже запланированные средства. Значит, это Лебедевка, я уже сказал, и Чернореченск, поселок Чернореченский. Что было особенного в работе депутатского корпуса? Какие мероприятия вот уже прошли в 2017 году? Вы знаете, вот у нас каждый год сейчас мы проводим такую очень интересную программу, ну, последние, во-первых, последние два-три года мы делаем как бы выезд по обмену опытом куда-то в другие районы, другие области, да, вот в этом году мы были в Алтайском районе Алтайского края. Это была прекрасная поездка, где мы пообщались с депутатским корпусом Алтайского района, где мы пообщались. Очень интересная была программа по садам Алтая, то есть мы познакомимся там не только с администрацией, с работой администрации, с депутатским корпусом, но еще и ездим по предприятиям, там было очень интересное предприятие общения, которое нас поразило своим размахом, это вот как сады алтайские, да, то есть там выращиваются всякие диковинные растения, и там очень интересный и собственник, и хозяин этого дела, и руководитель основной, Сергей Григорьевич, который нам долго, много объяснял свою технологию, там у него очень много ноу-хау технологий, и были в мораловодческом хозяйстве, то есть знакомились с продукцией мораловода, тоже очень интересные экскурсии, интересные эти, ну и кроме этого, значит, там общались, я говорю, самое главное, то что мы общались не в обычной традиционной сессионной обстановке, а мы общались, значит, с депутатами на каком-то таком уровне, на более-менее горизонтальном, таком нормальном человеческом уровне, конечно, очень интересно, ну а вторым, наверное, вот таким значительным, это уже восьмой наш международный фестиваль, который мы с советом депутатам проводим, можно сказать, на этом фестивале можно было проводить сессию, потому что кворум был, то есть большинство депутатов принимало участие, но как зрители, пока еще, я надеюсь, что кто-нибудь у нас там выступит, творческие люди, мы в первом году, в первый раз проводили его в рабочем поселке Ленево, ну, очень много было опасений, потому что, во-первых, это Ленево, да, своеобразный поселок, который имеет большое население, и во-вторых, значит, то, что, ну, впервые новая площадка, три работало, три сцены. А в связи с довыборами в совете депутатов третьего созыва появились ли новые люди? Конечно, конечно. Расскажите о них. Ну, во-первых, появился представитель восточного разреза, у нас не было депутатского, это вообще приятно, когда в депутатском корпусе не только преподаватели, медработники и так далее, которые, конечно, несомненно, являются лидерами общественного мнения, но появляются еще и лидеры общественного мнения из предприятий, значит, и не только руководители. Руководители, понятно, они тоже сами по себе уже являются лидерами. Ну, а здесь, значит, вот Сергей, Федорин Сергей Николаевич у нас в Ленево на 16 округе победил, значит, это победил со значительным, так сказать, перевесом, то есть более 75% набрал голосов, хотя, честно говоря, ну, наверное, это вот уже новая тенденция, когда люди хотят видеть в советах депутатов других представителей, представителей, можно сказать, там, ближе к рабочему классу, да, те, которые попроще, те, которые больше, наверное, откликаются на их проблемы. И директор школы, вот второй у нас директор школы села Мосты, это Грубер Ольга Александровна, интересный человек тоже такой, они как-то вот без раскачки вписались в нашу работу и начали работать, то есть это тоже, как бы, как бы, говорит показатель о том, что народ не ошибся в доверии к нашим депутатам. А как районный совет депутатов взаимодействует с депутатами поселений? Как вы считаете, эффективно, насколько эффективна работа и нужно ли что-то поменять? Вы знаете, я думаю, что очень эффективна, потому что работа строится по двум направлениям, да, даже по трём. То есть первое направление – это ассоциация депутатов всех уровней, в которую входит и Сан Саныч Карелин, и руководитель которой Анатолий Петрович Григорьев, депутат нашего законодательного собрания, и депутаты всех уровней. То есть складывается вот такая большая команда, у нас 236 депутатов, да, 202 депутата поселений и 34 депутата районного совета. То есть большая команда достаточно депутатского корпуса, и мы бы хотели очень, чтобы она вот работала вместе. Это работа ассоциации, работа совета по взаимодействию, есть у нас совет по взаимодействию с председателями сельских советов, которые мы проводили трижды в этом году, значит, ещё планируется одно заседание, на которых мы общаемся с председателями советов, сельских советов, и на которых, значит, мы обсуждаем, во-первых, делимся опытом, первое, да, это делиться опытом, второе, значит, проведение учёбы с председателем об изменении законодательства, о, допустим, о тех ошибках, вот у нас ревизионная комиссия проводила, о тех ошибках, которые часто повторяются, значит, в наших поселениях. И оказание методической помощи, привлечение, можно сказать, лекторов для того, чтобы читали лекции какие-то. Есть такое интересное мероприятие, как День депутата. То есть День депутата мы начали тоже в этом году проводить, я о нём не сказал раньше. Спасибо за вопрос. День депутата, в котором районные депутаты районного совета, все эти, кто хотят, едут в населённый пункт, проезжают все малые сёла, да, встречаются там с депутатами местного, общаются с главой, в основном с депутатами, встречаются с депутатами. Первичное это, чтобы депутаты района могли пообщаться с депутатами поселения. Второе, значит, мы едем во все сёла, в те, в которых мы, депутаты районного совета, многие даже не были никогда в жизни. То есть, понимаете, депутат района, когда принимает какое-то решение, да, он должен всё равно представлять, за что он голосует. А и вот для этого сделан, значит, вот этот день депутата. То есть, мы проезжаем не просто центральную усадьбу, мы проезжаем все сёла. И, значит, подводим опыт, ну, подводим итоги, делимся опытом, там принимают. Вот очень интересные были встречи в Ущемском, в Легостаевском, очень интересно. В Гусельниковском даже было как-то вот немножко, когда, ну, будем говорить, население нас не совсем восприняло. Ещё есть интересная такая работа, как День депутата. То есть, мы вот все эти новшества, мы их будем продолжать в следующем году. И День молодого депутата был. Когда мы собирали молодых депутатов вместе с Исполкомом Единой России и нашим отделом молодёжи района, администрации района. И у нас 35 таких депутатов молодых оказывается. То есть, достаточно большая прослойка. Надо вот, чтобы они не разочаровались в своей депутатской деятельности, продолжали развиваться, принимали участие в общественной жизни. То есть, им нужно оказывать и помощь, и поддержку. И вот тоже было интересное. Ну, эффективно? Эффективно. Ну, во всяком случае, молодые депутаты довольны. Мы, думаю, ежегодно запланируем ежегодное проведение вот с депутатскими. Как проходит работа с главой района и с администрацией? Вы знаете, вот у нас, наверное, тоже один из немногих районов, у которого практически нет противоречий. Ну, то есть, одни противоречия и есть. Естественно, это рабочие противоречия, которые... Ну, то, что мы работаем дружно. В принципе, я считаю, что делить нам, в принципе, и нечего. У нас одни люди, одни задачи, одни цели. Просто мы как бы законодательная власть, а глава и администрация являются исполнительной властью. Хотя главным должностным лицом является глава. Но в то же время глава подотчетен Совету депутатов и отчитывается раз в год перед Советом депутатов. Ну, последний вот эти вот новшества, что Совет депутатов избирает главу, это тоже достаточно как бы... Да, в принципе, у нас в Искитимском районе больших конфликтов никогда не было. И мы, в общем-то, пытаемся работать дружно, потому что любой конфликт, он, в принципе, как бы, вот я говорю, как по гусильнику, он отбрасывает муниципалитет на много лет назад. То есть, во всяком случае, он не дает ему развиваться. Достаточно. Я думаю, что вот у нас есть успехи и в администрации, и у нас. И очень большое спасибо, хочу сказать, заместителям главы, с которыми отношениями. Да и вообще, в принципе, у нас работа на выборах, по выборам, то есть вот такой показатель, когда мы работаем одной командой. Это самое главное. У нас есть команда депутатов, есть команда администрации, но мы всегда стараемся работать одной командой. Депутаты с главой, глава с нами. То есть, мы, начинается все даже от элементарного планирования, план работы Совета депутатов. То есть, мы начинаем планировать, и потом исполнение. Мы участвуем, то есть, как бы, мы, наверное, друг без друга уже не можем работать. То есть, если бы нас в изоляцию какую-то, то, наверное, Совет депутатов не мог бы работать без администрации. Администрация, естественно, без Совета депутатов. Потому что каждая копеечка, каждая строчка в бюджете, она закладывается и принимается решение на Совете депутатов, на сессии Совета депутатов. Ну и кратко расскажите, каким вам видится в плане работы Совета депутатов 2018 год? Ну, во-первых, это продолжение выполнения программы наказов избирателей. Это первая задача. Вторая задача – продолжение вот всех тех инициатив, которые мы начали в этом году. Ну, администрации хотелось бы, чтобы она закончила нашим вот исполнительным органам, чтобы они закончили те все ремонты, замены, которые они начнут в этом году. Ну, а мы будем стараться, значит. Хотелось бы очень, чтобы у нас все-таки достроился, я надеюсь, что достроится там спортивный стадион, где-то летом мы будем его открывать. И у нас будет место, где мы будем проводить большие районные мероприятия. Конечно же, хотелось бы, чтобы бюджет, хоть у нас уже, в принципе, мы принимать 19-го будем районный бюджет, он у нас рассмотрен как бездефицитный, но мы надеемся, что еще хотелось бы, чтобы еще часть средств по программам, по областным, по федеральным программам, чтобы они пришли. Очень интересная программа, вот в этом году, я забыл сказать о том, что это вот в рабочем поселке Ленево уже утверждена, территория опережающего социально-экономического развития. То есть это у нас единственный такой населенный пункт в области, которому хотелось бы, чтобы в рабочем поселке жители ощутили вот этот вот прилив и средств, энергии, которые туда внесут новые предприятия, новые, то есть новый вот, как бы, элемент новой жизни. Жители Искитимского района уже живут в предвкушении Нового года. В связи с этим, что бы вам хотелось им пожелать? Конечно бы хотелось, чтобы у нас у каждого человека в Новом году было больше счастливых дней, чтобы он больше радости, больше любви взаимной, чтобы у каждого жителя Искитимского района хорошо складывалось отношение и на работе, и чтобы он был счастливый всегда дома, чтобы он шел с радостью домой, чтобы дома ему тоже улыбнулось, чтобы в доме было тепло, светло, бегали дети, чтобы у нас рождалось как можно больше детей, чтобы у нас умирало как можно меньше людей. Самое главное, чтобы были все наши жители здоровы, счастливы, и чтобы у них было большое, светлое и теплое будущее. Спасибо, Александр Николаевич. Вам спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Рукас, председатель Совета депутатов Искитимского района. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь, до следующих встреч. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова